МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Несмотря на воскресенье, в эфире информационная программа с главными событиями к этому часу журналисты Ставропольского телевидения. Я Светлана Лач. Сегодня на Ставрополье день выборов. Жители 18 районов края определяют, кто войдет в состав местного самоуправления. Всего в регионе предстоит избрать 53 главы и 736 депутатов представительных органов власти. На протяжении всего дня телекомпания СТВ будет держать вас в курсе событий, связанных с ходом голосования. Наши корреспонденты работают в разных районах и собирают информацию со всех работающих избирательных участков. Свежие данные они будут сообщать в своих репортажах и прямых включениях. Первая из них мы ожидаем в эфире уже через несколько минут. Пока же Леонид Нечапуренко подготовил обзор, кого и где сегодня выбирают ставропольцы. Выборы конкретных ожиданий. Пожалуй, так можно охарактеризовать избирательную кампанию 2015 на Ставрополье. Когда борьба за выборные должности идет на муниципальном уровне, кандидатам трудно отделаться общими фразами и абстрактными формулировками. Нужно твердо знать актуальную повестку дня в конкретном городе или селе. Я хочу, чтобы сюда прислали детского врача, педиатра. Здесь у нас его нет. Ну, чтобы село оккультурили, сделали все возможное для села, это и дороги. Малые предприятия, чтобы поддерживали, чтобы открывалось, чтобы не глушили это, а чтобы выдвигали. Сегодня, в единый день голосования, выборы пройдут в 73 территориях края. Их жителям предстоит избрать 53 главы муниципальных образований и 736 депутатов представительных органов. На должности депутатов претендуют более 1300 человек. Своих кандидатов выдвинули региональные отделения семи политических партий. Немало в этом году и претендентов-самовыдвиженцев. Наиболее масштабные выборы в крупных городах. В Исентуках, Буденовске и Зеленокумске определяются фамилии новых депутатов городских советов. В Изобильном и Михайловске голосуют только жители отдельных одномандатных округов. В обоих городах нужно заполнить лишь одно пустующее депутатское кресло. А вот еще в 17 районах выборы проходят на уровне сельских поселений. Где-то выбирают сельского главу, где-то депутатов сельского совета, а в отдельных территориях все местное самоуправление. Всего в это воскресенье завершаются 122 избирательные кампании муниципального уровня. Новый состав городского совета выберут и в Минераловодском районе. Но в связи с тем, что новый городской округ там только появился, голосование в нем пройдет чуть позже, а именно 27 сентября. Избирателям, естественно, прийти на избирательные участки и отдать свой голос. Это однозначно мое пожелание, потому что от этого зависит судьба своего муниципалитета, от того, тех органов, избрание тех органов власти, которые непосредственно контактируют с населением. Это нужно сделать. Что касается работы иных участников избирательного процесса, но прежде всего кандидатов, политических партий, вести работу с населением, работать со своими избирателями и, естественно, делать это все в рамках закона. Не обошлось на этих выборах без курьезов. Так в одном из сел местное отделение одной из политических партий пыталось зарегистрировать кандидата, который официально является членом совершенно другой партии. Как такое могло случиться, не объяснил ни сам претендент, ни выдвинувшие его партийцы. В регистрации пришлось отказать. Но в целом же кампания прошла открыто, честно и без скандалов. По крайней мере, в этом сошлись представители четырех парламентских партий Ставрополья и губернатор Владимир Владимиров на встрече в Думе региона, где как раз и обсуждался ход местных выборов. Мы, не знаю, на мой взгляд, сегодня подтверждаем хорошо закрепившуюся за нами, скажем так, позицию очень цивилизованных выборных компаний. Это очень хорошо, поэтому я благодарен всем здесь сидящим и тем, кто сегодня участвует в этих выборах за эту позицию. Еще одна интрига предстоящего голосования, какой окажется явка. Считается, что на местных выборах она бывает ниже, чем когда проходят кампании федерального уровня. В самом деле, о перипетиях выборной борьбы не рассказывают на центральных каналах, не пишут в крупных газетах. Откуда же взяться повышенному интересу? С другой стороны, именно местные выборы обнажают вопросы, которые в ходе более крупных кампаний могут затеряться. Благоустройство конкретных улиц, проездов, тупиков, уличное освещение, вывоз мусора. К тому же участвуют в выборной гонке обычно люди, которых в селах и маленьких городах, отлично знают. Какой же из факторов окажется решающим, ждать осталось совсем недолго. Леонид Нечапуренко, Ставропольское телевидение. Особое внимание на этих выборах уделено вопросу безопасности. Накануне старта голосования все избирательные участки обследовали сотрудники органов внутренних дел. Полицейские проверили помещение на возможное наличие взрывчатых веществ. К работе подключились кинологи с натренированными на поиск взрывчатки собаками, а также специалисты с металлоискателями. Помимо безопасности проверили, все ли в порядке с атрибутами для голосования. От ручек для заполнения бюллетеней до стационарных и переносных урн. Это всероссийский стандарт. Это называется переносная избирательная урна. А это называется стационарная, которая законом предусматривается голосование на избирательном участке и голосование вне помещения. И эти вот избирательные ящички, они предназначены для голосования вне помещения. По итогам проверки все участки оказались готовы к предстоящему голосованию на 100%. Отправились этим утром на выборы и жители Михайловска. Правда не все, а только жители одного из одномандатных округов. Им предстоит выбрать депутата на вакантное место в городском совете. Вызвала ли интерес у горожан такая выборная кампания и что происходит на участках в первые часы после открытия. Об этом готов рассказать Павел Яндавицкий. Он на связи с нашей студией. Паша, добрый день. Участки открылись вовремя. Да, Светлана, участки, а вернее участок в городе Михайловске открылся вовремя. Несмотря на пасмурную погоду и затянувшийся дождь, здесь царит праздничное настроение, играет музыка, неподалеку развернулась ярмарка. Многие избиратели не стали откладывать дело в долгий ящик и пришли голосовать прямо в 8 часов утра. И нам удалось пообщаться с первой проголосовавшей пенсионеркой. Вот что она сказала. Во-первых, я в старой закалке. Мы очень эти, ну, пастушные, вот, наше поколение. Во-вторых, это положено, мы гражданский долг. Я обязана прийти и проголосовать, чтобы наши дети и внуки жили лучше, в хороших условиях. Я до этим и пришла. Я надеюсь, депутаты помогут. Также хочется отметить хороший уровень организации выборов. В дополнение к тем развлекательным элементам, о которых я уже рассказал, совсем скоро здесь появится еще и местный хор, который также порадует избирателей. Хочется также рассказать о том, как здесь обеспечена безопасность. Дежурят полицейские, есть рамка металлоискателя. Стражам порядка помогают местные казаки. Несмотря на относительно небольшой масштаб выборов, а здесь довыбирают всего одного местного депутата городской думы города Михайловска, которому останется работать всего год, здесь рассчитывают на высокую явку избирателей. В окрестных домах живет много сознательных и активных пенсионеров. Всего в списках избирателей почти 2000 человек. Сто из них уже проголосовали досрочно. Еще почти столько же не смогут прийти на участок по состоянию здоровья и проголосуют на дому. Голосование у нас организовано с использованием электронных средств подсчета «Голосовка» и вы видели их. У нас жители района, жители округа избирательного оповещены посредством размещения в местных средствах массовой информации. У нас телевидение свое есть, газета «Михайловские вести». Участковая избирательная комиссия неоднократно проводила оповещения жителей о проводимых выборах в единый день голосования. Поэтому явку мы ожидаем высокую. У нас район очень активный, этот участок всегда активен. Меньше 50% у него не было явки на этом участке избирателей. Поэтому мы ожидаем явку хорошую сегодня, несмотря на небольшие масштабы избирательной кампании. В бюллетенях всего три кандидата. Два из них – представители политических партий и один – самовыдвиженец. Предвыборная кампания в Михайловске проходила спокойно. Никаких жалоб в избирательную комиссию не поступало. Жалоб на всем протяжении кампании у нас не было ни одной. Выборы проходят спокойно в штатном режиме. Также стоит отметить одну особенность местных выборов. Они, пожалуй, самые домашние. Ведь многие приходят голосовать за своих друзей и знакомых. Я вам должен сказать, что я одного из кандидатов хорошо знаю. Наша Шпаковская, она здесь родилась. На моих глазах росла. С высшим образованием. Родителей хорошо знаю. Так что тут... Выборы в Михайловске продолжаются. Люди голосуют достаточно активно. Но в избирательной комиссии надеются, что дождик все-таки закончится, выглянет солнышком. И это также позитивно повлияет на явку. Светлана. Спасибо, Паша. Не промокните там. Мы продолжаем дальше. Пасмурно этим утром и в Ессентуках. Там завершается одна из самых масштабных кампаний региона. Жители выбирают новый состав Совета города. Ессентуки – территория с традиционно невысокой активностью. Год назад в единый день голосования на участки здесь пришли всего лишь чуть больше четверти зарегистрированных избирателей. Изменилось ли за это время настроение горожан и что происходит после открытия избирательных участков? Свежие данные мы узнали по телефону у председателя территориальной избирательной комиссии Максима Шедикова. Погодка нас немножко подводит. У нас мелкий дождик. Пасмурно. Но будем надеяться, что к обеду распогодится. Люди идут. Конечно, не в таких количествах, как бы нам хотелось. Но потихонечку-потихонечку люди идут. Ориентировочно где-то 3-4%. Весь день данные о ходе голосования поступают на телефон горячей линии, организованной общественной палатой региона. Любой желающий может позвонить и получить консультацию опытных юристов, а также пожаловаться на нарушение. Запустили горячую линию за неделю до выборов. Она работала ежедневно по будням. За это время на нее поступило несколько десятков обращений от ставропольцев. Чаще всего звонившие просили разъяснить отдельные правовые моменты, связанные с голосованием. Сегодня линия начала работу в 8 утра с момента открытия избирательных участков. Все проходит спокойно, потому что к этому часу у нас поступил всего один звонок, где просили уточнить голосование на дому по состоянию здоровья. И то в Нераловодском районе, где выборы состоятся 27 числа. Но в стиле работы общественной палаты ни одно обращение не оставляет без внимания. Поэтому мы направили уже по некоторым обращениям письма за разъяснением. И, конечно, они будем держать на контроле. Мы продолжим держать связь с Краевой общественной палатой. Телефоны у горячей линии 8 800 100 26 16. Важную информацию о ходе выборов и данные о возможных нарушениях вы также можете сообщить по номеру нашей новостной редакции 333 020. О том, как идет голосование в Ставропольском крае, мы сообщим в наших следующих выпусках. Ближайший выйдет в эфир ровно в 13 часов. Оставайтесь с нами, и вы точно ничего не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин